Очень рад, что мне нашлось небольшое вступление или выступление. Мы на самом деле очень камерно начали производить прессованный чай. Мы до сих пор считаем, что у этого продукта есть своя харизма. Этот чай по-своему интересен. И вкусовые характеристики этого продукта кардинально меняются в зависимости от срока хранения. Но что там происходит внутри, мы не знаем. Как ни странно. Вроде бы казалось, сделал ничего особенного, а результат иногда резко отличается от некоторых образцов. Вот Александр долго рассказывал завяливание, завяливание, ферментация. Это скукота на самом деле. В том плане, что каждый бьет себя в грудь и говорит, да я правильно все делаю. Чего ты вот лезешь с советами своим. Причем он же такой, он же крафтовик. Так вот, по его же словам, да. А ты вот поставь сюда людей, которые там 40, 50, 100 тонн делают. Тут что советовать давать про завяливание. Когда там вал на производстве и закидано чаем, там 10, 12 тонн лежит. Какой крафт ты его, про что вообще говоришь? Поэтому о каком завяливании можно говорить, если у тебя нету приличного, правильного технологического оборудования. Вот мы пробовали, например, делать прессованный чай из зеленого листа. Ну там. Но он мне не нравится. Ну он как-то не вставляет, что ли, вкус какой-то другой и так далее. Я вообще зеленый чай не очень понимаю, потому что его с сахаром нельзя пить. Например. Когда я смотрю на коллег, которые пьют с молоком, с лимоном, да, они портят, но они получают свой вкус, который они хотят. Поэтому вот если делиться опытом и рассказывать, как мы делаем, то в технологии прессованного чая как раз вот этот момент завяливания, он наиболее существенный. То есть на этапе скручивания плохо завяленный чай, он раскрощится, он превратится в труху и будет процентов 60 такого технического остатка, который надо будет превратить в другой сорт. Вот он говорит, мед надо добавлять. Ну и чего? Ну добавляемый мед. Кто в меде понимает, они скажут, так там точно так же урожай, не урожай. Те пчелы правильные были, эти были неправильные, они такой мед сделали. Все, это проблема номер один, что добавить вовнутрь. От вкуса это точно зависит. Следующий момент, вот здесь указано, что, конечно, мы вначале приготовили сурье, мы его положили, оно отлежалось. Как и любой прессованный чай, который свозится, например, на большие заводы, ну, например, в Манхае, да, там, где фабрика делает, там, перерабатывает миллион. Вот он чая в год, ну, вы можете себе представить, какая гигантская эта фабрика. Мы когда вот с Лешей ездили в Китай, мы видели, так там по этой фабрике можно на машине ехать, потому что она огромная, до невероятных размеров. Естественно, они делают на потоке и само прессование. Поэтому, когда сырье сформулировано, собрано, ему надо все равно отлежаться. Должен быть процесс, когда сырье успокоится. Китайцы, например, называют это состояние, там, выдержка. То есть, чтобы собрать чай и сделать из него прессованный, то срок реализации такого чая, вернее, срок его изготовления, он уходит на год. То есть, нужно, чтобы как минимум 6, а то и 7 месяцев чай хорошо отлежался. Потом мы его определенным образом сортируем. Мы хотим понять, что в чайной пылинке или остаток чая, он не должен быть смешан, там, с крупным листом. Соответственно, после того, как пройдет сортировка, мы тоже не знали, что сухой пар, например, он влияет по-особому на увлажнение чайного материала. Есть влажный, есть сухой. Но без пара, без увлажнения чайного листа не получить вот этой эластичности. Нам нужно это для того, чтобы его сформировать для той пресс-формы, которая, собственно говоря, будет использована. Ну и дальше там творчество и мастерство. Например, ну, буквально 5 секунд отвлекусь. Мы когда были в Китае не один раз для оценки процесса производства прессованного чая, с нами был там этот китайский КГБшник, который ходил, смотрел, что мы тырим, как фотографируем. У нас же одна была задача – получить идею, да, как ее технически использовать. Мы сперли, простите за французский, несколько чайных мешков, в которых прессовался чай в блинах. Да, мы видели, что мешки разные, сделаны из разных материалов. Потом, приехав в Россию, примерно года три ушло на то, чтобы подобрать именно материал для прессования. Следующая была проблема – это диаметр скругления чайного блина, чайного камня. Это вообще была закрытая тема, потому что для каждого сорта чая, ну, я имею в виду, например, 100 грамм, там, 250, 50, чайный камень свой. Геометрия скругления, она разная. Мы не знали этого, но нам казалось, что особенного. Поэтому мы свои пресс-формы точно так же в течение четырех лет выбирали, какой должен быть радиус скругления, какие должны быть края закругления, какая должна быть, там, сила давления. Потому что у камня разный вес. Для, там, более тяжелых сортов они, там, определенным образом надавливание применяют. Ну, и последнее, что на самом деле мы, по нашему мнению, сделали особенный прорыв. Вот коллега, который будет, там, за мной выступать, он обязательно, наверное, скажет, что обыкновенная сушка для прессованного продукта, она, как правило, не подходит. Ну, как правило. Мы пробовали разные способы от, там, там, я забыл даже, как эти штуки называются даже. В Австралии мы покупали несколько сушильных агрегатов для того, чтобы высушить без гидроразрыва, чтобы в чае не было, ну, не расходился слоями. То есть нужно волновое сушение. Особенность этих сушилок в том, что влага испаряется очень последовательно. И процесс сушения, он может занимать, там, до нескольких дней. Вот именно таким образом, высушив продукт, процесс ферментации в чае таким образом не останавливается. И здесь, у прессованного продукта, который второй раз прошел стадию ферментации, остается вот это волшебное свойство, когда, чем дольше он хранится, тем больше получается вкусовых оттенков. Ну, у меня, вот, в общем-то, все. Задавайте свои вопросы в комментариях. Александр постарается оперативно ответить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!